Добрый вечер, друзья! Меня зовут Михаил Жилин, и я рад быть экспертом на докладе Ивана Чувашова, как тестирование показывает слабые стороны СУБД. Иван, скажи, пожалуйста, вот я слышал такое довольно устоявшееся мнение, что разработчикам или тестировщикам вообще не нужно думать о каких-то там слабых сторонах СУБД. Администраторы базы данных возьмут, все настроят, и все будет летать. Какие же могут быть тут слабые стороны? На самом деле бывают, и об этом мы сегодня с вами поговорим. Вообще любую, наверное, там какую-то самую мощность сервера, самую мощность СУБД, можно тоже превратить ее в одно поточный режим, в слабую, а не слабую там, медленную базу данных. И потом говорить и приходить к тем же самым администраторам баз данных, говорить, чуваки, вы плохо настраиваете вашу базу данных. Вот об этом мы сегодня немножко и как раз поговорим. Ну тогда поехали. Вперед! Всем здравствуйте! Спасибо, что пришли, потому что, я как понимаю, сейчас будут разыгрывать призы вот в главном зале, поэтому я очень рад вас всех видеть. Итак, мы начинаем. Вообще, кто я такой? Я примерно 9 лет занимаюсь ДБА, сдал курсы по Postgres Pro Professional, являюсь экспертом и немного веду какие-то своеобразные курсы в компании СЛЕРМ. Может быть, меня видели. Цель всего этого доклада — это из своего личного опыта рассказать, как в базе данных ищутся слабые места производительности и какими инструментами можно использовать их, чтобы использовать, чтобы выявить эти места, чтобы определить, найти такие места слабые. Но прежде чем мы начнем, давайте поговорим про трехуровневую архитектуру. В самом верху у нас с вами находится слой клиента, и там, по сути, происходит взаимодействие пользователя с нашим приложением, тем, которое мы разрабатываем. Именно там происходит у нас визуализация каких-то наших нужных нам данных, графики, может быть, какие-то метрики отображаются. Именно это сделано для того, чтобы этот слой просто показать в удобно читабельном виде данные, которые мы храним в базе. На слое логики у нас хранятся, по сути, есть какие-то преобразования. Получается, между базой данных и слоем клиента мы происходим какие-то связывания у нас есть. Мы здесь можем данные различным образом трансформировать, менять, обогащать и так далее, и тому подобное. И на самом нижнем уровне у нас находится слой данных, слой базы данных, и именно там происходит у нас как раз хранение данных. Мы именно храним данные именно в этом слое и обращаемся с помощью, через слой логики, через запросы, обращаемся к слою данных. Ну, на самом деле, когда разработчики пишут слой клиента или слой логики, они часто говорят о том, что мы написали, может быть, плохо, мы сделали очень плохо, мы не оттестировали, может быть, это. Мы сделаем просто. Мы возьмем и умножим весь слой клиента и весь слой логики, который у нас есть, просто размножим его. Сделаем так, чтобы стало много. И наши просто-напросто мы запросы распределим по разным частям слоя логики, слоя клиента и будем отображать все эти данные нашим пользователям. Ну и пусть что у нас плохо работает, либо там медленно работает, но зато у нас мы сможем спокойно масштабироваться горизонтально. Это все, конечно, хорошо работает, но никак не работает для базы данных, потому что если у нас база данных одна, мы в этом случае здесь со звездочкой говорим о том, что наша база революционная одна. Если мы используем кластерную SQL, там, конечно же, такого же нет. Но в основном, в процентах 90 случаев, компании используют революционную базу данных. И тогда возникает вопрос, как же мы можем оптимизировать? У нас база данных одна, слоя клиента много. И тут мы идем, начинаем выдумывать какие-то способы оптимизации. Первое, которое напрашивается слой, если у нас база данных начала тормозить и плохо работать, первое, что у нас напрашивается, это давайте расширим аппаратные ресурсы на базе данных, давайте увеличим их. Мы просто-напросто закидаем нашу базу данных ресурсами, поставим больше потоков, она будет быстрее работать, быстрее обрабатывать наши данные. И, как показывает практика, на самом деле это не сильно-то влияет на общую производительность. Мы можем выиграть 20-30% в этой оптимизации, но при этом мы с вами в долгосрочной перспективе мы с вами не сильно-то выиграем. Мы краткосрочно очень много можем решить какую-то проблему, не знаю, со сложной логикой работы, но при этом в долгосрочной перспективе это все сводится быт на нет. Почему? Потому что база данных у нас растет, клиенты много становятся, мы также опять увеличим количество, не знаю, воркеров на слое клиента или в слое логики. Следовательно, мы не можем вечно закидывать базу данных ресурсами, вот есть какие-то все у нас свои пределы, и поэтому мы там не сильно-то и выиграем. Второй момент, куда мы можем пойти, это оптимизировать конфигурацию с UBD. Давайте настроим ее. Давайте сделаем так, чтобы мы сможем ее настроить, и она будет хорошо и быстро работать. В этом случае мы можем на самом деле выиграть еще меньше процент. Как показывает практика, это примерно 10-20 процентов. Вообще все оценки, которые здесь я говорю, это больше такое мое личное субъективное мнение о 16 лет работы с базы данных. Сразу сделаю оговорочку, а то мне скажут, откуда я такие цифры взял. Вот, и мы можем сконфигурировать базу данных, мы можем ее изменить, но там мы тоже имеем очень серьезные ограничения. Мы не можем вечно ее оптимизировать под нужды наших аппаратных ресурсов, либо мы не сможем сделать так, чтобы, не знаю, прыгнуть выше головы. Если нам нужно обработать 10 миллионов потоков в секунду, то никакая революционная база данных это не сможет сделать в одном инстансе. Ускорение запросов. Вот тут такой момент, что мы можем прийти к этому, администратор баз данных может посмотреть логи запросов, может посмотреть текущий монитор событий и так далее и тому подобное, взять и сказать, что здесь есть сложные запросы, долгие запросы, их нужно оптимизировать. На самом деле это еще тоже примерно 10-20 процентов от самой метода оптимизации, потому что здесь два момента. Первый момент. Нельзя вечно оптимизировать запросы. Мы можем какие-то длинные, большие, долгие запросы их выпиливать, оптимизировать и говорить разработчикам, чтобы они переработали. И второй момент, что разработчики будут генерить еще больше таких же запросов, сложных, долгих, которые мы можем, будет сложно нам оптимизировать. Чем дальше проект нам будет развиваться, тем больше таких запросов будет. И третий, последний пункт, как мы можем изменить, это изменить логику работы с данными. Именно как раз оптимизируются логики так, чтобы у нас вот эти запросы, которые генерятся в базу данных, они генерились, ну то есть были настолько либо легковесные, либо пересчитывались данные каким-нибудь внутри слоя логики, так, чтобы не было лишней работы в базу данных. И вот здесь вот мы как раз получаем от 30 до 60 процентов общей оптимизации. На самом деле, чем мы больше будем именно менять логику работы слоя логики, тем будет легче нашей базе. Давайте вот разберем практический случай с локами. Все, наверное, знают, что такое блокировки в базе данных. У нас есть платежная система обработки транзакций списания денег. Примерно выглядит это таким образом. У нас есть клиент, который хочет перевести деньги с одного счета на другой. Делает это он как бы со стороны клиента, он нажимает кнопочку перевести, хочет сделать перевод. На стороне бизнес-логики срабатывают следующие процессы. Первое – это блокируем мы аккаунт пользователя, делаем, такой вот запросик выполняем. Селик звездочком аккаунт from, не знаю, селик звездочком аккаунт, где параметр такой-то, for update, где самое главное – это именно for update. Мы блокируем на изменение данного аккаунта. Далее мы, получается, списываем, зачисляем деньги, списываем с одного счета, зачисляем на другой счет. Дальше мы какие-то обновляем счетчики, изменяем какие-то метрики, сохраняем это все в базу данных. Далее мы снимаем заблокировку с аккаунта. Завершение транзакции как раз ведет к тому, что у нас эта блокировка снимается, и человек счастлив, у него совершился перевод. В этой системе есть какой-то недостаток. Как вы считаете, какой здесь может быть недостаток в этой системе, в этом переводе? Это все хорошо работает, да. Мы работаем в однопользовательском режиме. Когда клиент заходит и начинает переводить деньги в одну сторону, то есть кому-то переводить деньги. А когда он начинает все работать в многопоточном режиме, то есть когда несколько клиентов переводят одному клиенту, либо этот клиент переводил нескольким клиентам, у нас все становится очень плохо, потому что мы начинаем друг друга, по сути, тормозить и выстраиваться в очередь. Пока у одного клиента совершается операция, другой не может никакие действия сделать с этим же счетом к этому клиенту. Следовательно, это все сильно тормозит, работает это все последовательно, переходит в полупоследовательный режим, ну и, конечно же, все пертит команда for update, которую мы когда-то блокируем. Как можно из этой ситуации исправить? Мы можем аккаунт разделить на несколько транзакций, видов под транзакцией. Например, мы выделяем, что у нас у аккаунта есть гейм, транзакция, которая связана с играми, у нас есть транзакция, которая связана с банком, и у нас есть какие-то другие виды транзакций, которые мы совершаем. Следовательно, мы можем, по сути, на эти таблицы блокировать их в момент каких-то нужных нам переводов. То есть мы изменяем атомарность блокировки с аккаунта на таблице транзакций. Дальше мы совершаем эти изменения, обновляем счетчики, обновляем какие-то метрики, когда мы совершаем эту операцию. Далее мы, по сути, имеем не проблему, а по сути, мы решаем эту проблему, потому что если у аккаунта совершают разные действия с разными транзакциями, с разными видами транзакций, то он как раз решает эту проблему. Плюс ко всему, если к нему какие-то приходят транзакции, то они тоже, получается, разбиваются. Ну вот пока вот так вот мы решили эту проблему. Я считаю, что это на время, потому что мы тоже так же придем к тому моменту, что у нас больше и, например, или банковские, или игровые транзакции тоже будут вставать в очередь и тоже будут между ними, там будет выстраиваться почти однопоточный режим. Но вот сейчас мы решили таким образом, и при этом мы не теряем деньги, получается, и не теряем транзакцию, если у нас происходят какие-то изменения с этим флопдейтом. Дальше, следующий случай, это с оптимизацией запросов связан. У нас есть такая вот табличка юзерсов. В ней мы внесем несколько, всего же 10 миллионов записей, ну таким вот небольшим скриптом, вот, и соберем статистику по этой таблице. Далее мы с вами, давайте посмотрим вот на такой запрос. Это запрос не просто так сгенеренный, silly count distinct id from users, это запрос, который именно приходит и в рам генерирует, и считает, что такой запрос должен быть хорошо выполняться. Ну, мы-то с вами, конечно же, знаем, что id это primary key, и поэтому зачем там делать distinct? Мы можем спокойно, по сути, этот distinct выкинуть и получить запрос, как silly count id from users. Но на самом деле это все не так очевидно, как кажется нам. Вот этот запрос выполняется 4,5 секунды. Если мы, например, возьмем, воспользуемся explain, по сути, посмотрим, как будет этот запрос наш выполняться, он будет выполняться на 4 миллисекунды. Мы построим план выполнения этого запроса. То есть мы как бы не сам выполним этот запрос, а именно так, чтобы у нас оптимизатор показал, как он будет выполнять этот запрос. Вот. И у нас здесь оказывается, что происходит секвенскан таблицы users, как бы мы сканируем таблицу, получаем там 10 миллионов записей, и этот счетчик будем отображать. На самом деле, если мы посмотрим реальный план выполнения, воспользуемся, например, explain.analyze, то мы с вами там увидим, что он по-другому работает. И видим, что у нас появился индекс only scan, который, получается, у нас сканируется по индексу primary key, и вытаскивает 10 тысяч записей, и потом у нас идет агрегация подсчет этих данных. То есть, по сути, мы с вами видим, что 4,5 секунды у нас выполнялся этот запрос. Как бы все красиво, все хорошо. Но на самом деле, если мы выполним эту же самую команду, но примерно... А, да, если мы будем рассматривать эту команду как... Не с помощью стоимости. Будем не смотреть не на стоимость, а будем смотреть на объем данных, который потребовался, чтобы выполнить этот запрос, то мы с вами увидим очень интересную вещь. Появляется строка буфикс. Ну, то есть, мы должны explain.analyze.buffix добавить... То есть, строчку explain мы должны добавить.analyze.buffix, то есть, перейти от понятия к от стоимости, какое количество операций будет, к объему данных. Появляется строка буфикс, которая как раз показывает нам этот весь объем данных, который потребуется, чтобы выполнить этот запрос. И мы с вами видим, что у нас появилось два флага. Это temp read и write, которые занимаются тем, что, по сути, обсчитывают данные именно на диске. У нас запроса, то есть, памяти, которая выделяется на запрос, нам не хватило. Это из настроек СУБД. Но и поэтому, чтобы почитать такое 10 миллионов записей, нам пришлось создавать временный файл на диске, туда скидывать какие-то промежуточные результаты, а потом его вычитывать и опять агрегировать эти данные. Вот на это мы тратим очень много времени. Оказывается, что вот получается 30 тысяч буферов, которые мы сохранили на диск, это как раз мы вот это время, как раз не чтобы считать там процессор из памяти, все это вытаскивать, а мы это все сохраняли на диске и обратно вытаскивали. Достаточно много времени тратились. Давайте теперь уберем distinct и выполним опять этот же самый запрос. И мы с вами увидим, что у нас уже нет временных файлов. У нас уже временные файлы не создаются, и у нас с вами видим, что появляется параллельный индекс скан. То есть у нас получается в 4 потока здесь вычитываются данные. В 3 потока вычитываются данные. И следовательно, у нас время достаточно быстро падает. Если раньше у нас было 4 с копейками секунды, теперь у нас около 1 секунды. То есть все время достаточно быстро работает у нас, плюс ко всему не создается временных файлов, и время сильно-сильно уменьшается. Если бы без временных файлов, то у нас было бы время уменьшилось в 3 раза всего лишь. Но так как, по сути, можно отсюда выиграть, посчитать, что у нас примерно 1 секунду тратилось на то, что записать данные с предыдущего запроса и их обратно поднять. Если мы воспользуемся, уберем вообще ID, а попробуем записать аккаунт 1, либо аккаунт звездочка, то мы с вами увидим, что почти результат не поменялся. Кстати, вопрос к вам. Кто использует звездочку, либо аккаунт 1 пишет в запросах? Что вы используете? Звездочку, либо 1? Звездочку? 1? Может быть, на самом деле не совсем. Давайте проведем эксперимент. Возьмем, запишем точно самый запрос, вот, аккаунт 1 from users, и будем выполнять его 50 секунд воспользованием IDPG Bench. И сделаем то же самое, аккаунт звездочка from users, и тоже будем 50 секунд выполнять. И посмотрим на результаты. Мы с вами видим, что немножко-то аккаунт звездочка быстрее работает. Ну, чуть-чуть. А если мы этих миллион запросов выполняем в сутки? Вот, мы с вами выигрываем. Не верите? Можете проверить. Вот сюда зайти. Там есть прямо сэшный код, вот, который вы там берете в любую свою суббуде, ну, то есть подглесовую, я имею в виду, суббуде, запускаете скрипт, и он выдает вам метрики. По крайней мере, я пока проверял там с 12-й версии выше, везде у меня звездочка была быстрее. Если у вас появится другой результат, было бы интересно обсудить. Но на самом деле у нас конференция для тестировщиков, вот, и все равно тестировщики иногда любят писательский код, вот, и вот бывает такая ситуация, что разработчику, тестировщику, да, и базисту, короче, и дебяшнику, бывает вообще лень искать какие-то эти сложные запросы, определять их, пытаться их как-то оптимизировать вообще, и найти какие-то, ну, то есть, вообще заниматься SQL-ем, вот, может быть, он вообще не любит SQL. Я знаю таких деба, которые просто не любят SQL. Вот. Есть. Часто на собеседование попадается. Ну, вот, ну и так далее, короче. Всякий, может быть, там, мне лень всего, и хочется сделать какую-то автоматизацию, сделать такой инструмент, который бац-бац, короче, и он тебе выдал, сказал, что у нас все хорошо работает, вот тебе супер-супер-супер-супер-база, супер-конфигурирован и так далее. На самом деле, когда у нас, мы не любим SQL, мы его не хотим оптимизировать, приходит сразу же, когда там на ум, то, что нам нужно как-то ускорить BD, а почему бы нам не воспользоваться индексами, которые мы можем создать, у нас, особенно в Postgres, дофига всяких разных индексов, мы можем, давайте, мы нас создаем везде индексы, и у нас будет все быстро и хорошо работать, даже SQL не будем переписывать, как он есть, в таком виде затолкаем. Вот. На самом деле есть, знакомьтесь, есть такое расширение pgql-stats, которое как раз позволяет найти вам индексы, которые у вас нет в базе данных, вот. Она сканирует все запросы, которые приходят в базу данных, оттуда определяет предикаты в условиях where и условиях join, их аккумулирует, собирает информацию, а дальше смотрит, есть ли такие индексы в системе, если нет, то она вам предлагает создать. Давайте вот как раз поговорим на это на примере. Я вот 12-ю версию взял, поставил qstats 12-ю, поставил там расширение, добавил в shared preload library, перезагрузил Postgres, и в базе данных свою создал create extension pgql-stats. Дальше я воспользуюсь такой утилитой pgbench, которая была чуть не раньше на слайдах, и при инициализации, если бы я просто написал бы ключик i, это инициализация, то я бы создал бы временные таблицы, данные занес бы туда и создал бы индексы фаранки. И на самом деле я специально этот выделил красным. Если создать вот таким вот образом, не все стадии пройти, а пройти только те, которые нужны для того, чтобы создать данные, создать таблицы и создать какие-то представления, которые там нужны, по сути мы можем создать эти таблицы, но без индексов. И вот как раз мы это сделали. Дальше давайте проверим, что мы все корректно сделали. pgbench создает 4 таблички, все данные заносит он в первую. Аккаунт, видим, что у нас тут стало 1,2 гигабайта данных. И дальше, если мы тот же самый аккаунт посмотрим, мы видим, что она без всего, без индексов, она плоская. То есть она хип, никаких индексов мы с вами не видим. И давайте запустим теперь тест. Возьмем и на 10 потоков, для каждой 10 клиентов, на 10 минут запустим наши тесты. Будут примерно выполняться вот такие вот запросы, будут идти, будут забираться данные из аккаунта, будет апдейтиться данные в аккаунте, будут вставляться данные в аккаунт, будут еще другие таблицы использоваться, которые вот из этих четырех. У нас, по сути, 10 минут будет идти вот такой тест. И дальше посмотрим, мы возьмем, подождем 10 минут и выполним такой вот запросик. Мы просто-напросто обратимся к нашему расширению, который поджигает от статсидиал, и скажем, покажи мне, пожалуйста, индексы, которые нам можно создать в базе данных. И с вами мы увидим, что выдаст он такой вот запрос. То есть нам нужно создать три индекса. У нас с вами четыре было таблицы, но создал он только до трех, потому что только смог поймать события по трем таблицам. Следовательно, он хоть и понимает, что там, может быть, должен быть уникальный индекс, парамерики индекс, но здесь, во всяком случае, дают подсказку о том, что подумайте, вот здесь вот у нас используются ключи по этим, по ID, PID, TID, BID, и по полям, и там вполне возможно, там нужно создать индексы. Как раз помощь такая будет. Честно, из своего собственного опыта, у меня был один раз, когда только прямо реально в продакшене мы использовали эти индексы, была система, которая работала тоже с большими серьезными блокировками, и очень было сложно найти в логах какие-то сложные, неправильные запросы. И мы тогда, я все запросы перебрал, я поставил там различные метрики на появление в лог, спустился до 100 миллисекунд, чтобы найти сложные запросы, которые долго выполняются. Но на самом деле ничего не мог сделать с базой. И тогда мы просто-напросто поставили это расширение на грузочном среде, прогнали тесты, которые приходят нам, по сути, симулируют работу приложения, и мы на самом деле нашли часть таблиц, на которых нужно было бы использовать эти индексы. И честно, это примерно там как раз 10-15% с оптимизацией мы выиграли. В определенных случаях мы как раз на определенных страничках данных мы выиграли существенно. Мы не могли на самом деле найти без этого расширения такие, что у нас не хватает индексов. В какой-то момент времени мы ускорили нашу работу. Хотите это проверить, то он тоже может по QR-коду зайти и посмотреть. Там есть уже сашник, как можно воспользоваться им расширением. Как его поставить. Ну и рекомендации. Здесь как бы должно было быть заключение на самом деле, но я решил, что лучше, наверное, сделать, поговорить про рекомендации. База данных выполняет только те запросы, которые мы отправляем пользователей, либо приложения. То есть то, что мы сгенерили на уровне бизнес-логики, на уровне слоя логики, то только то будет выполняться. Она не умная, не настолько умная, чтобы понимать, что у вас там какие-то вы сложные запросы отправляете или плохие запросы отправляете. Вот сегодня у меня как раз был красивый случай. У нас есть база в уровне 6 терабайт, в ней табличка, полтора терабайт она занимает, и человек взял и запустил сумму по балансу. Вот. И база упала у нас. И приходит ко мне и говорит, ну, чувак, блин, а почему она упала-то у нас? Ну, вот так вот у нас закончилась память, и поэтому мы упали. Вот. Поэтому она не знает, что у вас запрос будет долго выполняться, плохо выполняться, либо как-то по-другому. То, что вы отправили, то оно и будет делать. Если вы хотите искать тяжелые, сложные запросы, и в тестировании это очень важно, когда вы прогнали какое-то тестирование, какие-то юнит-тесты прогнали, либо нагрузочные тесты, у вас есть расширение PgStatStatStatement, которое покажет вам либо тяжелые запросы, либо частые запросы. Очень много по этому поводу написано всяких рекомендаций, как по этому расширению искать проблемные места в базе данных. Можно это сделать. Можно найти там все эти проблемы. Вот. Оно PgStatStatStatement покажет. Если мы не видим вообще на самом деле проблемы с запросами, как в моем случае было, то решение PgStat вам покажет как раз, есть существующие проблемы. Оно покажет, что есть, можно создать определенные индексы, либо ты подумай, можно ли там создать индекс. Вот. И если вы вообще не хотите читать логи пасгрессовые, либо не умеете их читать, либо у вас доступа нету, попросите, чтобы установили PgBudger. Это та вещь, которая соберет аналитику по вашим запросам, ну, в логах, которые хранятся, и покажет вам суммарное использование этих логов. Этих запросов, логов, слабые места, временные файлы и так далее и тому подобное. Но это все будет там показано. У меня все? Спасибо огромное. Так, и сейчас мы переходим к секции вопросов. В чатике пока тишина. Так что давайте. Первый. Я там вижу две руки. Да-да, сейчас, секунду. Спасибо за выступление. Вот расширение показывает те места, где индексов не хватает. А покажут ли они места, где есть лишний индекс? Нет, оно не покажет этого. Это нужно воспользоваться другой статистикой, под жестат all-index, например. Есть тоже в литературе, ну не в литературе, но в интернете много встречается всяких разных запросов, которые показывают как раз, как плохо использовать индекс, плохо ли используется индекс, может вообще не используется индекс, а может быть индекс можно сделать частичным. Это прям совсем другая тема. Вот с индексами, которые плохо и работают, там оно так древовидно так разрастается, что вообще может быть с ним, и как его можно оптимизировать. Поэтому тут, наверное, это больше в кулуарах я могу вам рассказать об этом. Да, здравствуйте. Спасибо за доклад. Я знаю на примере Oracle, что переключение контекста между PLSQL и SQL, это достаточно затратный процесс, и он увеличивает нагрузку в IBD. Чем меньше переключение контекста, тем лучше. Есть ли что-то подобное в FOSB? Нет, там по-другому реализовано. Вот я понимаю, о чем вы говорите. Там нет переключения контекста. И на самом деле, если вы пишете какие-то коды внутри базы данных, то лучше, конечно же, использовать SQL-ный язык. Там можно использовать language язык. Если можно, то лучше написать это на SQL, чем на PLG SQL. Потому что SQL будет быстрее просто. Но контекста такого нет, но все равно накладные расходы есть на использование языка. Вопроса два. Первый вопрос. Есть ли какие-то помощники для тех людей, которые пишут SQL-запросы, которые бы сразу подсказали, чувак, зачем тебе здесь select count 1, там скобочка, пользуй звездочку. Ну, типа, сейчас же модно сразу давать подсказочки, чтобы люди не тупили и не писали плохо. Я не знаю такого, честно. Вот есть... Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть... Конечно, хочется, чтобы это был такой изобретенный инструмент, но, как показывает практика, что... Вот это очень сложно сделать и не всегда... Есть какой-то тривиальный путь, какая-то серебряная поля, которая вот пишет так, и у тебя всегда будет хорошо работать. Ну, конечно же, может быть только с каунтом 1 и каунт звездочка. Второй вопрос больше риторический. Сейчас уже много с UBD, которые... MySQL, там SQL Server, PostgreSQL, и у них немножко синтаксис отличается. Сейчас среди Microsoft очень большую популярность завоевывает Entity Framework Core. Это когда... Ну, мы пишем на языке C Sharp запросы не выбирая с UBD, с которым мы работаем, они потом просто, ну, транслируются просто в тот язык и в ту с UBD, с которой мы сейчас работаем. То есть мы просто пишем на языке C Sharp запрос, а он потом, типа, я просто выбираю контекст, хочу сейчас работать с базой там SQL Server, и он выполняет SQL запрос. Хочу сейчас работать с Postgre, и он выполняет там запрос в формате Postgre. Как вы считаете, будет ли за таким режимом будущее, ну, чтобы облегчить работу тем людям, которые уже работают со многими с UBD? Ну, это же упрощение, по сути, упрощение модель. Тот же самый ОРМ, который вот используется в различных проектах, как раз специально сделан для того, чтобы мы могли, во-первых, чтобы разработчики не писали SQL, во-вторых, чтобы очень быстро менять площадку, ну, то есть, куда-то данные приземлять. Следовательно, ну, я считаю, что это правильно, чем упрощение модель, тем лучше. На самом деле, правильно с точки зрения на развитие технологий, но не с точки зрения DBA, потому что вот я как раз в своих опытах натыкаясь на какие-то определенные корневые такие, ну, не корневые, а граничные случаи, когда, в общем-то, зачем писать count distinct ID, вот это ОРМ сгенерировал, если там можно писать count ID просто-напросто. Вот, и, ну, учиться, я думаю, что технология развивается, вот, и это может, сейчас особенно в 15-й версии начали обходить вот этот distinct ID, он начал параллелиться, то есть, это тоже стало удобно, вот, то есть, и Postgres при этом развивается, да, вот, и там Oracle давно это умеет делать, и с точки зрения технологий для разработчиков тоже становится, тоже развивается. Спасибо.